Антон Бурный и Ольга Мажар Абсолютно нет, я не уходил и не собираюсь пока никуда уходить, потому что все в коллективе Иваношки Интернешнл очень лояльно, так сказать, с хорошим отношением друг к другу, и когда в группу пришел, и тогда Игорь Игоревич Матвеев сказал, вы можете, в принципе, и параллельно делать все, что хотите. Поэтому у каждого из нас есть еще какие-то там, не знаю, работы, занятия, которые не связаны. У кого-то магазин в Сочи Рыжий называется, понимаешь? У меня пять магазинов только в Москве таких моих. Рыжих? Нет, у Рыжего свой, а у меня вот Кирилл Триченко. А что ты продаешь? Так, вот это, кстати, да, интересный факт. Вот то, что ты нам принес. Все для дома, все для дома, абсолютно всякие. Нет, начинают электроники, вот посмотрите. Кирилл, кстати, тот самый гость, который пришел не с быстрыми руками. Кирилл, спасибо тебе за подарки, подарки классные. Классные, мы теперь знаем, чем заняться сразу после эфира. Переходите, подарю вам сковородки, посуды. Все. Так, по промокоду. Да, все, абсолютно. Ну, те, кто ходит ко мне на концерт, на сольные, они точно знают о том, что это существует, потому что у меня есть замечательный, огромный мой фан-клуб, вообще фантастический, которых объединяет, допустим, красные кепки, которые продаются в моих магазинах, они их покупают, и это уже такой, это уже товар, который с историей, да, и они покупают эти кепки, мы их разыгрываем, и вот, а это... А у меня черная кепка. А это комикс, да, это комикс кепка, это следующие, как это, не так, а другое подразделение. Это эксклюзив получается? Да, сейчас, кстати, их продажи нет, это эксклюзивно. Так, продаем! Вот, и я работаю параллельно и в Аванышках, и в то же время сольно сейчас два больших таких проекта. Это 6 октября в концертном зале Москва состоится мой большой сольный концерт. Вау. Вот, прям большой зал, шоу, в общем, я хочу любви, всех приглашаю. И 8 декабря в Магнусе, в Магнусе, в таком камерном зале уже будет такой хороший душевный концерт. А там будешь только ты или будешь приглашать кого-то из коллег? Я буду в 99%, вот, и, возможно, будет один маленький сюрприз, вот, там, но сейчас мы над этим работаем. Пусть все сложится так, как ты хочешь. Да, да, мы хотим, чтобы все сложилось. Мы тоже, кстати, это очень хотим, пусть все складывается. Да, да, да. Мы готовы сложиться. Мы готовы сложиться, чтобы все сложилось. Ну и, собственно, Кирилл к нам сегодня пришел не с пустыми руками, он, да, уже вручил нам подарки, за что отдельное спасибо. Но есть еще и творческая составляющая визита Кирилла. Мы сегодня будем слушать твою композицию, которая получила название «Богиня», давай поговорим немножко о ней. Что за трек, как он зарождался, как он появлялся, все подробности, всю поднагодку выкладывай. Зарождался он очень просто, потому что все песни, конечно же, они о любви и посвящаются нашим дорогим и любимым девушкам. И, конечно же, каждая девушка должна чувствовать себя как богиня. Абсолютно верно. И они действительно такие. Поэтому хотелось передать вот это восхищение собой, не в смысле я, а вот как та слушательница, которая будет слушать, чтобы она понимала, просыпаясь утром и слушая юмор ФМ, что без юмора на юмор ФМ она действительно богиня. Поэтому вот эти чувства как-то меня сподвигли к написанию этой песни. И она получилась довольно-таки успешной. Я ее спел на сольном концерте в Вегасе. И очень было много отзывов, а когда же, когда же выйдет эта песня. И вот совсем недавно она появилась, появилась, только вот начала выходить. Поэтому сегодня, можно сказать, такая уже премьера в премьере, но она вот только-только видит вот такой свой свет своих слушателей. Поэтому я очень рад, что это произошло. И сегодня с радостью представляю ее на замечательном юмор ФМ. Классная песня. И мы тебя поздравляем. Поздравляем. Всем девушкам. В такой еще солнечный сентябрьский день. Тем более, какой сегодня день. Так что богини. Все для вас. Все для вас. Слушайте, а вообще этот трек можно запросто использовать для богини терапии. Потому что вот у каждой богини бывают такие дни, когда что-то она... Там я что-то, наверное, не самая красивая. Не самая красивая на Олимпе. Сто процентов. Сто процентов. Музыка лечит. Это сто процентов. И, конечно же, вот воодушевляет. Да. Ну, для этого мы и поем. Здесь столько певцов-то в этом помещении. Ты просто знаешь, что мы тоже поем. Я прошу, но у вас такие звонкие голоса. Вы наверняка хорошо поете. Конечно. Мы еще с тобой споем обязательно. Ну, а пока немного прозы. Я говорю, вносите стопки и салаты. Хорошо сидим. А кто салаты перенес? Не знаю. А внизу, кстати, оливье можно купить в автомате. Надо задуматься, чтобы в этих баночках, которые я вам подарил, да? Там носки вообще-то. Там носочки. Но кажется, что тушенка. Или какие-то уже салатики от Кирилла Ториченко. Перловка. Смотри, перловка. Перловка от Кирилла Ториченко, представляешь? Надо в свои магазины, точно. А мы тебя готовы сварить. Да. И закатать. Ну, а мы тебе готовы еще представить наш эксперимент небольшой. Мы тебя вовлечем в одну авантюру. Но Ольга Сергеевна расскажет сейчас о правилах. Да, 11 лет, да? Ты уже... Ольга Сергеевна, как мой классный руководитель. Здравствуйте. Сколько сегодня вообще знаков и совпадений? Посмотрите. Ольга Сергеевна, здравствуйте. В общем, 11 лет ты пришел в коллектив Иванушки Интернешнл. Да. А как будто вчера только, да? А как будто вчера. Слушай, мы с тобой начинаем, знаешь, как обычно там. И встретились они, и дальше прошли как пара голубей. 11 лет прилетело, представляете? Да. Вообще очень быстро. В общем, насколько ты хорошо знаешь своих коллег? Ну, во-первых, как их зовут? Кирилл и Андрей, но иногда их наоборот зовут. Серьезно? Да, иногда к Кириллу Андрееву обращаются Кирилл... Андрей, точнее. Но он уже не обижается, потому что Кирилл Андреев, Андрей Кириллов. Да, в принципе, логично. Но не знаю, мы должны знать хорошо друг друга, потому что мы очень много времени проводим на гастролях. Мы проводим больше времени с друг другом, чем проводим их со своими семьями. Поэтому, не знаю, наверное, должен пройти, как это... Испытание. Испытание, да. Давай попробуем. Давайте, давайте. Мы по очереди будем читать факты. Твоя задача понять, о каком из... О рыжем и Кирилле. Да, да, да. И Андреев втором. Андрей второй, да. Да, 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 Андрей второй. Смотри, в 12 лет этот человек прошел отбор в школу плавания. Из тысячи мальчишек взяли 10. И он, в общем-то, стал кандидатом в мастера спорта по плаванию. Это Кирилл Андреев. Абсолютно правильно. Какой ты, а? 100% для попадания схода. А потому что он постоянно плавает, много плавает. Серьезно? Да, он ходит прямо в бассейн, да, есть такой олимпийского резерва. И вот он там очень по 3 километра точно он пробывает. Блин, обалдеть. Хорош. Поехали дальше. Следующий факт. Бабушка пела в хоре Пятницкого. Двоюрный дедушка танцевал в ансамбле Игоря Моисеева. Вот это интересно. Это правда? Это правда. Здесь нет ничего выдуманного. Может, это Жуков? Может быть. Реально? Это правда? Да. Это значит Кирилл Андреев только. Да. Оху. Нет, я просто знаю то, что у Андрея семья врачей. Поэтому я удивился, но Андрей хорошо танцует. Это семейная. Может быть, я ничего-то не знаю. Может быть, какой-то врач хорошо танцевал. Ну, идем дальше. Слушай, смотри, в детстве он профессионально играл в настольный теннис. Даже стал... А, ну, конечно же, Андрей. Ну, 100%. Извини, что я тебя перебил, но просто он меня постоянно просит играть в теннис или в нарды. Смотри, какая у тебя просто, знаешь, спортивная команда. Один половец, второй теннисист. А все говорят, Иванушки не спортсмены. Да, да, да. А ты каким спортом занимаешься? Я футбол играл. У меня отец играл в футбол. Я вообще должен был футболистом быть. А мама меня отдала в музыкальную школу. Я параллельно играл на фортепиано. И поэтому победила мама. Это часто бывает так. Маму побеждают. Поехали. Следующий факт. В телешоу «Новогодние маски» был в костюме персонажа мандарина. Конечно же, это Кирилл. Кирилл был... Ты, может, рыжий? Нет, Андрей сказал... Рыжий мандарин. А он говорит, я никогда не пойду. Никогда. Он говорит, чтобы на меня одели вот это. Чтобы я не дышал, не видел. Никогда. В жизни. Да, в общем-то, ты прав, да. Действительно. Смотрел, голосовал, переживал. Я, когда Андрей... Когда Кирилл был мандарином, я сидел в жюри. И знаете что? Я его узнал. Ты его узнал. Я его, знаете как? По его... Когда он остановился, перестал петь, танцевать, да. И вот он встал, он опирается на одну ногу, и я такой, все это Кирилл. Слышишь, какой хорошо знает коллег. Раскусил даже просто, даже не по походке. Он когда снял маску, он такой, ну как ты мог? Ну вырвался, извини. Так, ну давайте еще один факт. Один факт, только один. Так, смотри. По папиной линии он испанец. Ну, судя по тому, что когда Андрей как-то сдавал, как это, ДНК, проверил, и мы узнали, что он на 60% казах, чему он тоже удивился. Подожди, Рыжий из Иванышев, казах на 60%? Он пошел на программу, где у него взяли вот эту ДНК. Он приходит и говорит, ну что, он говорит, я не хочу даже в это поверить, потому что я не мог, ну мне интересно, говорит, даже теперь я, говорит, смогу и ездить в Алма-Ату, в Астану, как бы как свой. Он говорит, я даже не могу понять, откуда. То есть 60% у него вот казах. Это немало. А кто испанец? А Кирилл Андреев, действительно, у него, я не помню точно, или прадед, или кто. Папа. Да? Папа, папа. Папа, да? Его увезли из Испании, там целая история. Историческая. И он уже несколько лет, года 3-4, он пытается найти вот эту нить, которую, к сожалению, пока не нашел. Ну, в общем-то... Ну, испанец у нас. Да. Вот такая компания. Слушай, знаешь, это опять с плюсом, честно говоря. Казах, испанец и Кирилл Ториченко. Интернешнл. Поэтому это интернешнл. Действительно. Прекрасное утро в великолепной компании. Прекрасное утро на юмор-фм. Как же я хотел к вам прийти. Слышь, он же из нотки сарказма в голосе. А он просто знает, что его сейчас ждет. Он уже готовится. Я очень люблю юмор, поэтому я слушаю вас, и мне нравится. В общем, да, мы для Кирилла здесь успели подготовить еще один музыкальный эксперимент. О, класс. Сейчас, собственно, посмотрим, во что он гораст в плане импровизации. Мы успели чуть-чуть быстренько пробежаться, поэпетировать. В общем, день сегодня какой? Такой. Шуфутинов день. Мы не могли тебя не попросить. Ну, у нас в гостях певец. Не перевернуть. Да, не перевернуть календарь. Просто не могли тебя не попросить. Ирина, переверни, пожалуйста. Ну, и, конечно, мы тоже кое-что перевернули. Будем петь не в оригинале, а на какую-то аранжировку, которую мы подобрали сами тебе. Отлично. Попробуем? Да. Поехали. Всем доброе утро. Это Юмор ФМ. Это Юмор ФМ. Кирилл Жореченко. О, и Антон все здесь. Поехали. Третье сентября. День прощания. День, когда горят костры рябины. Как костры горят обещания. День, когда я совсем один. Я календарь переверну. И снова третий сентября. На фото я твое взгляну. И снова третий сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Второго сентября. Второго сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. Все. Второго сентября. Да, по-моему, все удалось. Слушайте, а может быть мы забацаем другой интернешнл, а? Так, Кирилл, пойдем к нам. Почему? Издалека такая. Мы с тобой как будто уезжаем на поезде. Ты такая. Почему? Почему? Подождите. Класс, по-моему, шикарный взгляд получился. Шикарно. Сегодня две премьеры, видите? Да, да. Вопрос. Будет ли исполнение данного трека на твоем ближайшем сольном концерте? Ну, только вот этим составом полным. Мы придем. Давай еще раз приглашай нас полностью. Какого числа давай напомним твой сольный концерт? Я пытался сейчас подумать, как назвать нашу группу. И если бы меня по-другому назвали, практически мы назвались Арабский Эмират. Так-так-так-так. Да. О-А. Ну, тебе придется тогда изменить имя. Эдуард будешь? О-А-К. О-К. О-К. О-Ак. О-Ак. А это же ДУК. Да? К-О. О-Ак. ДУК. ДУК О. Смотри, ОАК, ну вот пишется ОАК, с английского переводится как дуб, да? Нет у нас тут знатоков английского языка? Понятия, понятия не имеется. Напишите мне, что такое. Никто не понимает, какой английский ты учила. Татуземский английский какой же еще. А, знаменитый, ну конечно. Итак, мы к тебе приходим на концерт. Да. Шестого. Шестого я вас всех жду. Всех, кто слушает, смотрит Юмор ФМ. Шестого октября. Большой, классный концерт, шоу «Я хочу любви». И это будет, на самом деле, я впервые работаю, буду работать в концертном зале «Москва». Это вот как раз там, где все вот эти развлечения для деток. И туда, чем хорошо еще приехать раньше на концерт, потому что там можно покататься на всяких карусельках. Вот, там интересно. Я сам первый раз там был. Зал фантастический. И мы готовим, мы увеличили и количество музыкантов, и балета для того, чтобы вот сделать ту атмосферу, в которой вот все будет происходить. Потому что вся программа, она не просто посвящена песням, которые там прозвучат, а там прозвучат песни из всех шоу, в которых я принимал участие. Вот, и там это все объединено в одну такую линию и было приурочено к Шекспиру. И все это связано вот как раз вот с шекспировскими такими нотами. То есть там будет вот это быть или быть? И присутствует такой элемент мюзикловый. Интересно. Поэтому будет интересно. Просто сама атмосфера. Это не просто будет песня за песней, а это будет такая одна единая история, в которую вы попадете. Поэтому 6 октября концертный зал Москва. Я вас жду. Так, а второй концерт? А второй будет камерный. Вот там как раз. Песня за песней. Нет, там больше разговоров. Я его называю такой большой квартирник. Там тоже фантастический зал, но он камерный. Там всего лишь на 100 человек. Там, по-моему, уже билетов нет. Так что не приходите, если вы еще не успеете. Вроде там есть еще какие-то там випчики какие-то остались. И там все это происходит очень близко. Мы находимся, как мы с вами сейчас сидим. И там больше общения со зрителем. Там песня. Там какие-то такие мини-стендапики. И разные истории. В общем, такой семейный классный концерт. То есть ты еще и стендапер оказывается? Конечно. Смотри, значит, еду выпускает. Ты поешь, я говорю. Ты говоришь, я пою. Поэтому все взаимознанно. Вот мы и встретились. Мы идем. Вот и все. Шикарно. Приходите. Буду очень рад. Это для меня большая площадка. Это большое классное шоу будет. Супер. Кирилл, у нас есть замечательная традиция. Каждый звездный гость, который к нам приходит в эфир, мы просим провести аффирмацию для наших слушателей. То есть каким-то образом от себя настроить на сегодняшний день. О, это замечательно. Я с удовольствием настрою. Тем более, ну, слушайте, на юмор ФМ я всех прошу, чтобы они сейчас вот в данный момент улыбнулись. Улыбнулись даже своим каким-то маленьким, как они думают, большим, но это маленькие какие-то проблемки. Вот. И не существует проблем. Существуют какие-то трудности. Я всем желаю солнечного настроения. Оно нас пока радует. Погода прекрасная. Просто старайтесь не думать о плохом и настраивать себя каждое утро на хороший, позитивный настрой. Слушайте юмор ФМ. Помиритесь со своими близкими. Не держите ни на кого зла и слушайте хорошую музыку. Слушайте Кирилла Ториченко. Да. Кирилл, всем хорошего дня. Я считаю, шикарно было. Спасибо, что был с нами. Это еще раз для тебя. Лови аплодисменты. Вуаля, воздушные поцелуи. Ну и, кстати говоря, сегодняшнюю встречу можно будет потом пересмотреть на официальном канале Юмор ФМ на Рутюб. Ставьте лайки, подписывайтесь. Кирилл, спасибо, что был с нами. Классного тебе дня. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Антон Бурный и Ольга Мажара. Шуткий шоу. На Юмор ФМ.